Это тюльпановое дерево притягивает к тебе толпы туристов ежедневно, но раз в году сюда приходят местные жители, чтобы почтить память жертв, погибших в Кавказской войне. Это очень серьёзная для нас потомка тех людей, которые здесь остались жить. Это память о тех людей, которые безобъемно любили свою родину. Укрепление позиций на Чёрном море – одна из целей почти полувековой войны на Кавказе. Военные суда штурмовали побережье, высаживали многочисленные десанты. В конце 30-х годов XIX века на побережье возвели несколько военных укреплений, в их числе форт Александрия, от которого берет начало современный Сочи. Когда к концу XIX века необходимость в военных базах отпала, крепость разобрали. Часть камней пошла на строительство храма Михаила Архангела, но часть складки можно увидеть и сегодня. Закончилась Кавказская война в 1864 году. О ее завершении провозгласили в поселке Кбааде. Позже он получил имя Романовск. Сегодня это место известно всему миру как Красная Поляна. Местные жители считают, что этому дубу в центре Красной Поляны не менее 300 лет. Говорят, именно под ним в майские дни 1864 года стояла одна из пушек русских войск. А в мае 1914 рядом с этим деревом прошел парад, посвященный окончанию Кавказской войны. Фотография, сделанная во время парада, хранится в музее Красной Поляны. Там есть и более редкий снимок. 21 мая 1964 год. Это как раз русский лагерь в ауле Кбааде, в черкесском ауле Кбааде. Кбааде в переводе поляна. Руководитель музея Марина Бондаренко показывает и экспонат, подаренный музею в год 150-летия. Завершение Кавказской войны, памятный знак дружбы от абазин, потомков убыхов, живущих сейчас в Ставропольском крае. Спустя почти полтора века потомки коренного населения при Черноморье стараются всячески сохранить не только память о предках, но и традиции и культуру. В Лазаревском районе открыт центр адыгской культуры. Родной язык у нас изучается в Лазаревском районе в двух школах, в ауле Большой Кичмай и ауле Хаджико. В Туапсинском районе также две школы. Более 10 человек, учителей уже прошли переподготовку в Адыгее, а также учебники приобретены. Десятки людей разных национальностей, населяющих Большой Сочи, собрались в горном ауле в этот день, чтобы помолиться и возложить цветы в память о предках.